Уважаемые коллеги, приветствую вас на первом международном форуме министров образования. Рады видеть в гостеприимной казани руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств планеты, а также педагогов и представителей авторитетных научных организаций. Вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, связанных с развитием сферы образования, обменяться опытом и передовыми технологиями, практиками в этой области. Человек, его знания, кругозор, стремление постигать новое становятся, уже стали главной движущей силой развития в 21 веке. И потому очень важно, чтобы во всех странах люди имели равные возможности для реализации своего таланта, для получения образования, а государства гарантировали его доступность, активнее внедряли современные стандарты, которые бы не только давали добротный багаж знаний и навыков, но и прививали молодому поколению ценности, основанные на традициях и культуре своих стран и народов. Россия имеет мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, дана стройка образовательных программ, постоянно продолжается с учётом растущих запросов молодёжи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире. И, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития. Сегодня в России все дети имеют равный доступ к бесплатному, качественному, дошкольному, общему и дополнительному образованию. Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных. У нас действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи. Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников. Подчеркну, Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования, готова делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам. Добавлю, что наша страна имеет уникальный опыт внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий. Мы многое делаем для поддержки и развития образования в других странах. Из года в год растёт число педагогов-участников программы «Российский учитель за рубежом». Сейчас в рамках проектов, проходящего в России года педагога и наставника, наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена. И, конечно, продолжим поддерживать профессиональное развитие педагогов и управленческих кадров в сфере образования из всех дружественных стран. На это уже давно ориентированы многие ведущие российские вузы. Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие нашей страны. Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен. При этом считаем недопустимым, когда суверенным государством порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания. Напротив, поддерживаем права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Рассчитываю, что в ходе форума вы предложите и обсудите новые интересные совместные проекты, а выработанные вами рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования в ваших странах. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. Благодарю за внимание.